Useful Goi. Один доллар. Давайте обсудим по-настоящему важные вещи. Что Михаил и Марго думают о GamerKate 2.0? Sweet Baby Ink. Метакур на крайнем стриме обсуждал. Я смотрел стрим Метакура, кстати. Слушай, а я у меня в закладочках есть видео, где обсуждается этот скандал, и я, к сожалению, с ней ещё не ознакомился. Насколько я понял, эта контора, Sweet Baby Ink, это просто ещё одна diversity and inclusion company, с которой заключают контракт крупные разработчики игр, издательства игр и так далее. И, соответственно, получают от них экспертизу, как разнообразить свои игры, чтобы было как Mass Effect Andromeda, то есть то, что действительно всем понравилось и разошлось гигантскими тиражами. Поэтому, да, ну и, соответственно, у них очередной скандал. Говорят, что GamerKate 2.0, но я думаю, что сейчас GamerKate уже невозможен, как он был возможен в 2015 году, потому что сейчас такого накала этой поебени нету. То есть в своё время GamerKate, он столкнулся, то есть вот движуха GamerKate, она столкнулась с движухой, которая была подогрета в массовом дискурсе, в общем-то, предвыборной кампанией Hillary Clinton. То есть вот эта вся УОУК-тема. — Слушай, я с твоим выводом согласен, я не согласен с тем, как ты к нему приходишь. То есть я тоже согласен, что это всё сейчас не выстрелит, потому что это не нужно, но это не нужно, потому что накал, в принципе, политически он гораздо больше, чем был тогда. И если тогда это воспринималось как какая-то, ну что-то новое и из ряда вон выходящее, то на фоне, соответственно, и файлов Твиттера, на фоне буквально цензурных законов и попытки создать министерство правды в Соединённых Штатах, это всё выглядит уже как бы не свежо и не ново. Да, это всё происходит, мы знаем, что это происходит, и поэтому это не выстрелит. Ну вот, с одной стороны так, а с другой стороны, ротацию аудитории тоже никто не отменял, в интернете постоянно переизобретаются давно схаванные и вызранные темы, то есть, например, постоянно возникает какой-нибудь новый 4chan, то есть неизбежно есть вот какой-нибудь, какая-нибудь версия, только, ну, сейчас это вообще не анонимная имиджбарда, а форум, Kiwi Farms, это, по сути дела, современный 4chan. Да, да, ну и так далее. По-моему, Kiwi Farms уже тоже закончилась же, по-моему, нет? Не, не, они до сих пор действуют, причём даже в поверхностном интернете, то есть, они на какое-то время были вынуждены съебаться в Тор, потом Джош Мун решил эту проблему, другое дело, что сайт падает у них постоянно. Но дело-то в другом, дело в том, что 10 лет прошло с Gamergate, по сути дела, его можно было переоткрыть, но просто переоткрыть его нельзя, потому что нет того накала с живой истерии в медиа, который был просто в тот период, она спадает, очень значительно спадает. То есть, он, например, сейчас кассу сорвал боевик с Джейсоном Стэтхэмом, называется Пчеловод. Обычный боевик, только проблема в том, что там главный злодей, это сын президента США, наркоман. То есть, в общем, про трампистский дискурс, он просачивается в мейнстрим постепенно, потому что, ну, обычного обывателя уже задрало это всё, ну, и люди начинают действительно голосовать кошельком, а не как нам это обещали в, там, 15-16 году, что get woke, go broke, а никто не goes broke, блять, эти компании не разоряются, что там, потому что люди продолжали. Ходить на эти фильмы, играть в эти игры и так далее. Ну, потому что, потому что всё это обсуждение, оно существовало в нижнем интернете и только-только начинало тогда просачиваться в мейнстрим, а сейчас, как бы, ну, как бы, невозможно же, люди сходили уже на несколько фильмов Диснея, они уже столкнулись с тем говном, который они производят, и, соответственно, это начало отражаться на их, на их прибыли. Ну, да, да, в общем, всё, согласен. Так, следующую.